Доброе утро, уважаемые клиенты нашей компании, мои коллеги. Сегодня пятница, с чем я хочу, конечно, вас поприветствовать. В моем лице, Константин Жуковский, я расскажу немного о сегодняшней аналитике и блог важной информации, который может пригодиться в торговле. В первую очередь хочу начать свой обзор именно с котировок нефти. Несмотря на то, что запасы в среду оказались выше ожиданий, что спровоцировало краткостючное падение аж на 2 доллара по марке «Нефть Брэнд». Тем не менее вопрос Ирана остается до сих пор открытым. И лидер Ирана, да волнуется, не волнуется, скажем так, он поставил вопрос ребром, чтобы все санкции были сняты в рамках одного дня. Однако правительство США рассчитывает поступить иначе и подходить к этому вопросу постепенно. Поэтому, когда будет происходить процесс снятия санкций полностью, неизвестно. Ну и весь остальной мир, естественно, сомневается о том, что Иран успеет вернуться к полумасштабной добыче и поставкам нефти. Именно на этом фоне происходит ее подорожание до нефти. Что, безусловно, благополучно сказывается на динамике рубля. Именно поэтому мы видим сейчас восходящий тренд, то и именно укрепление. Но, тем не менее, такую поддержку какую-то основательную можно отметить на уровне 51. И ее последующая проторговка. Как будет дальше, безусловно, посмотрим. Так, что касается, наверное, еще евро-доллара. Здесь, наверное, ситуация довольно-таки однозначная. Сегодня мы все так же преследуем те, что доллар будет продолжать укрепляться, евро, соответственно, слабее. Движение будет в сторону паритета, но пока, естественно, с какими-то возможными коррекциями, которые можно использовать для либо наращивания позиций, либо, наоборот, для точки входа в продолжение именно вниз. Интересно, динамика сегодня должна быть еще по канадцу. Так как сегодня выходит непосредственная информация по безработице. Если же сегодня выйдет безработица плохая, непосредственно канадец, который торгуется уже на прежнении последних двух-трех недель в узком коридоре 1.24-1.28, конечно же, устремится вверх. И, в принципе, с уровнем, по-моему, текущего 1.25, он может вполне преодолеть сегодня 100-150 пунктов точно. Если же наоборот, то мы имеем возможность протестировать уровень 1.24, ну и, соответственно, наращивать, может, таким образом будет шарты уже в сторону 1.22-1.23. Ну, наверное, да, это все ключевые и торговые идеи, которые можно встретить сегодня. В понедельник, конечно же, вернется Артем Диев. В 16.30 в Москве он проведет полноценный вебинар, рассказывающий о всех событиях, которые произошли, и, естественно, ключевых торговых идей, которые будут. Спасибо за внимание. С пятницы.